Приемная кампания в российских вузах в этом году начнется 20 июня, а прием документов продлится до 29 июля. Кроме того, в текущем году абитуриенты будут поступать по обновленным правилам. Что изменилось для поступающих, расскажет наш корреспондент. Совсем скоро стартует приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году вступил в силу приказ Федерального министерства просвещения, где закреплен электронный способ подачи документов наряду с личной или использованием почты. А вот список документов практически не претерпел изменений. Абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ, они предоставляют следующий перечень документов. Здесь ничего не поменялось, кроме предоставления снился. Поэтому если кто-то еще не успел приобрести пенсионное страховое свидетельство, то это нужно сделать, потому что именно этот номер пенсионного свидетельства войдет в рейтинговую систему. И это будет номер при поступлении в рейтинге системы. Изменились правила подачи результатов ЕГЭ. Если раньше все выпускники школы отправляли в приемную комиссию результаты единого госэкзамена по русскому языку и профильному предмету, а третий предмет вуз назначал сам, то теперь абитуриент может выбрать третий предмет из двух предложенных. Если раньше для того, чтобы поступить на инженерно-строительный факультет, абитуриент должен был сдать русский язык, должен был сдать математику профильного уровня, ну и третий предмет физика, то теперь третий предмет абитуриент может выбрать из двух предложенных. Если он хочет, он может помимо результатов ЕГЭ по русскому языку и математике представить результаты ЕГЭ по физике, а может вместо физики представить результаты по информатике. Правило пять вузов, три специальности в каждом претерпело изменения. Количество учебных заведений, в которые можно подать заявление, сохранилось, как и в предыдущие годы. Это пять вузов. Однако теперь каждый вуз может самостоятельно определить количество направлений подготовки, на которые абитуриент может подать документы. Если раньше абитуриент мог подать документы внутри вуза только на три образовательные программы, то теперь вуз имеет право самопределить количество таких образовательных программ у двух до десяти. И вот в нашем Тверском техническом университете мы установили число таких программ 5. Процедура зачисления тоже претерпела изменения. Теперь вместо привычных трех этапов будет всего два. Сначала льготники, потом основной поток.